Продолжаем тему, которую вы сейчас видели в новостях. Челябинцы смогут посмотреть японское кино. Фестиваль стартует в городе 25 августа. Это значит сегодня. Да-да-да. В течение четырех дней южноуральцы смогут увидеть три художественных и три анимационных фильма. Познакомиться с киноискусством страны восходящего солнца любители кино смогут совершенно бесплатно. Зачем уральскому зрителю хотят показать искусство восточной страны? И что ждет любителей аниме и дарама? Об этом нам расскажет председатель Челябинского регионального отделения общества Россия-Япония Наталья Смирнова. Наталья, доброе утро. Доброе утро. Итак, Наталья, у нас уже есть программки, даже фестиваля в руках. Билеты мы разыгрываем сегодня. Вопрос первый. Ну вот смотрите, почему вообще японское кино, голливудское превалирует? Более того, мы с Японией не так уж и близки, я веду ими с точки зрения как культурного, наверное, так и территориального пространства. Не совсем согласуюсь. Не совсем так? Так, рассказывайте. И территориально мы находимся достаточно близко, если мы вспомним Дальний Восток. Ну да. А культура? У нас тоже многое что роднит, между прочим. Ну расскажите, да. Ну вот я немножко даже не так скажу. Ведь есть какая-то традиция этого фестиваля? Конечно, есть традиция. Многие годы проводится он на территории России. И на самом деле этот фестиваль проходит в разных городах нашей страны. И, значит, вот как бы мне вам не забрать, наверное, около 52 уже фестивалей проведено. А, по всей стране? В нашем городе тоже традиция, я не могу сказать, что молодая, 12 лет назад проходил подобный фестиваль, но спустя многие годы мы его сейчас возобновляем. Это третий фестиваль японского кино в Телябинске, если считать, вот вновь его. Интерес к японскому кинематографу достаточно высокий в нашем городе и вообще к японской культуре. Город у нас специфический, торговый, очень много контрастов. В принципе, как сама Япония, она очень контрастная страна. Поэтому, я думаю, этот фестиваль будет пользоваться популярностью и эта традиция укрепится. Расскажите, пожалуйста, какие фильмы мы увидим? То есть, вот, ну, как минимум в программке мы видим названия этих фильмов. А что это? Это документальные, художественные? Что бы телезрители знали, куда идти? Исторически. Ну, вот подробно о каждом фильме я вам сейчас не скажу, потому что это будет очень долгий разговор. Скажу только одно, что мы привезли действительно три анимационных фильма и три художественных. Это шедевры японского кинематографа. Многие, возможно, уже знакомы с этими картинами. Открытие сегодня начнется с картины «Всегда закатан на третьей улице» Токачи и Мадзаки. Будет еще два художественных фильма «Отель Гибискус» и «Жена ГГГ». Все эти фильмы, они, наверное, в человеческих отношениях. Так могу охарактеризовать. И удивительно то, что японцы, они в этом действительно мастера. Любые какие-то вот эти нюансы человеческих отношений, они умеют описывать очень изысканно. Тонко. Очень тонко, да. И три анимационных фильма «Сад изящных слов», «Коротышка Марука» это для малышей мы привезли. Это можно и с детьми, да? Да. И совсем небольшая миниатюрка, это у нас «Голоса далекой звезды». Пусть это небольшой анимационный фильм, но тем не менее он сильный по своей, скажем так. Наталья, вот раз, смотрите, раз уже такой опыт был, расскажите, как вы составляли программку, какие фильмы привезти. И самое главное, понятен ли режиссерский замысел все-таки, ведь это другая культура. Нам, вот нормальные южноуральцы приходят в зал. Суровые. Садятся, и что мы там видим? Понятно ли нам это? Конечно. Или это универсальный язык? Вы знаете, мне кажется, кино, музыка, это все-таки универсальные языки, поэтому всем будет понятно, и каждый найдет что-то для себя новое, или наоборот, может быть, очень сильно зазвучное, знакомое. Я не думаю, что это будет что-то такое непонятное, почему, потому что все равно люди, это люди везде на планете, у каждого есть нечто общее. Да, да. Можно еще вопрос? Давайте так, проходить будет фестиваль сразу на трех площадках. Давайте, пользуясь нашим эфиром, пригласим челябинцев. Итак, площадка первая? 25 августа, с Велинга 81, это ресторан-галерея Венеция, там будет открытие торжественного фестиваля. А сколько? Начнется все в 5 часов, с мастер-классов, с демонстрации боевых искусств. То есть помимо фильмов будут еще и мастер-классы, да? Конечно, мы хотим сразу настроить аудиторию на погружение в японскую культуру, и они смогут прикоснуться к уникальным искусствам. Будут шашки-го, шахматы-сёги, темари, оригами, киригами, будет демонстрация японской традиционной живописи суебоку-го-сумея. А так как мы все-таки представляем общество России и Японии, то, конечно, будет еще и российское наше крыло. Итак, друзья, еще разочек, пользуясь случаем, резюмируем. В 17.00 сегодня кинозал галерея Венеция открытия, мастер-классы в 6 часов церемонии открытия, а также кинотеатр «Знамя» и кинотеатр «Пушкина» в ближайшие дни примут гостей фестиваля. Спасибо. Мы всех ждем в гости и говорим огромное спасибо. У нас в гостях был председатель Челябинского регионального отделения «Общество России и Японии» Наталья Смирнова. С восточной культурой вас познакомит и наш повар Шакир Юлдашев. Прямо сейчас в рубрике «Добрый завтрак» тайские блинчики с бананом будем делать. Продолжение следует...